здравствуйте друзья вячеслав лавринов блогер сегодня прочитает прямом эфире речь александра блока которую он прочитал двадцать первом году ну сначала я кратко расскажу предысторию этого выступления двадцать первом году феврале были организованы пушкинский и также чтение посвященной достоевскому пушкину в то время исполнялось 84 года со дня смерти и 40 лет со дня смерти достоевского это юбилейное чтение организовывал дом литераторов и он же издал чуть позже в двадцать первом году книгу посвященную вот эту чтением куда вошли статьи ну что интересно что я хотел прочитать речь александра блока он прочитал ее 11 февраля по старому стилю 29 января что интересно что блок ко времени издания книги александр блока уже умер на этом на этих юбилейных чтениях присутствовала вся литературная общественность петербурга вот ну можно назвать наиболее таких известных деятелей литературы поэтов писателей как анна ахматова николай гумилёв также известный адвокат анатолий федорович кони но и он был также любитель наук как бы можно так сказать также присутствовали ну и участвовали в этом юбилее федор кузмич сологуб это писатель и поэт юрий николаевич тынянов это известный исследователь литературы не стар александрович котляревский который долгое время возглавлял пушкинский дом и много других известных литераторов вот и в общем вот собственно мы подошли к чтению речи александра блока вот я в общем ее попытаюсь прочитать я постараюсь прочитать его как можно побыстрее вот но в то же время буду стараться читать ее с выражением чтобы можно было легче разбирать слова вот чтобы вам легче было слушать о назначении поэта наша память хранит с малолетства веселое имя пушкин это имя этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни сумрачные имена императоров полководцев изобретателей орудий убийства мучителей и мучеников жизни и рядом с ними это легкое имя пушкин пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя несмотря на то что роль поэта нелегкая и невеселая она трагическая пушкин вел свою роль широким уверенным и вольным движением как большой мастер и однако у нас часто сжимается сердце при мысли о пушкине праздничное и триумфальное шествие поэта который не мог мешать внешнему ибо дело его внутреннее культура это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей для которых печной горшок дороже бога мы знаем пушкина человека пушкина друга монархии пушкина друга декабристов все это бледнеет перед одним пушкин поэт поэт величина неизменная могут устареть его язык его приемы но сущность его дела не устареет люди могут отворачиваться от поэта и от его дела сегодня они ставят ему памятники завтра хотят сбросить с корабля современности то и другое определяет только этих людей но не поэта сущность поэзии как всякого искусства неизменно то или иное отношение людей к поэзии в конце концов безразлично сегодня мы чтим память величайшего русского поэта мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои мысли подкрепить свои слова мыслями пушкина что такое поэт человек который пишет стихами нет конечно он называется поэтом не потому что он пишет стихами но он пишет стихами то есть приводит в гармонию слова и звуки потому что он сын гармонии поэт что такое гармония гармония есть согласие мировых сил порядок мировой жизни порядок космос противоположность беспорядку хаосу из хаоса рождается космос мир учили древние космос родной хаосу как упругие волны моря родные грудам океанских волов сын может быть не похож на отца ни в чем кроме одной тайны черты но она то и делает похожими отца и сына хаос есть первобытная стихийная безначалия космос устроенная гармония культура из хаоса рождается космос стихия таит в себе семена культуры из безначалия создается гармония мировая жизнь состоит в непрестанном созидании созидание новых видов новых пород их баюкает безначальный хаос их взращивает между ними производит отбор культура гармония дает ему образы и формы и которые вновь расплываются безначальный туман смысл этого нам непонятен сущность темна мы утешаемся мыслью что новая порода лучше старый но ветер гасит эту маленькую свечку который мы стараемся светить который мы стараемся светить мировую ночь порядок мира тревожен он родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том что хорошо и что плохо мы знаем одно что порода идущая на смену другой нова та которую она сменяет стара мы наблюдаем в мире вечные перемены мы сами принимаем участие в сменах пород участие наше большей частью бездеятельно вырождаемся стареем умираем изредка оно деятельно изредка оно деятельно мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород поэт сын гармонии и ему дана какая-то роль в мировой культуре три дела возложены на него во-первых освободить звуки из родной безначальной стихии в которой они пребывают во-вторых привести эти звуки в гармонию дать им форму в-третьих внести эту гармонию во внешний мир похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки внесенные в мир сами начинают творить свое дело слова поэта суть уже его дела они проявляют неожиданное могущество они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудок человеческого шлака может быть они собирают какие-то части старой породы носящие названия человек части годные для создания новых пород ибо старая по-видимому быстро идет на убыль вырождается и умирает нельзя сопротивляться могуществу гармонии внесенной в мир поэтам борьба с нею превышает и личные и соединенные человеческие силы когда бы все так чувствовали силу гармонии томится одинокий сальери но ее чувствуют все только смертные иначе чем бог моцарт от знака которым поэзия отмечает на лету от имени которое она дает когда это нужно никто не может уклониться так же как от смерти это имя дается безошибочно так например никогда не заслужат от поэта дурного имени те кто представляет из себя простой осколок стихии те кому нельзя не дано понимать не называются чернию люди похожие на землю которые они пашут на клочок тумана из которого они вышли на зверя за которым охотятся напротив те которые не желают понять хотя им должно многое понять ибо они служат культуре те клемятся позорной кличкой чернь от этой клички не спасает и смерть кличка остается и после смерти как осталась она за графом бенкендорфом за тимковским за булгариным за всеми кто мешал поэту выполнять его миссию на бездонных глубинах духа где человек пристает быть человеком на глубинах недоступных для государства и общества созданных цивилизацией к катятся звуковые волны подобные волнам эфира объемлющим вселенную там идут ритмические колебания подобные процессам образующим горы ветры морские течения растительный и животный мир это глубина духа заслонена явлениями внешнего мира пушкин говорит что она заслонена от поэта может быть более чем от других людей сред детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он первое дело которого требует от поэта его служения бросить заботы суетного света для того чтобы поднять внешние покровы чтобы открыть глубину это требование выводит поэта из ряда детей ничтожных мира бежит он дикий и суровый и звуков и светения полно на берега пустынных волн с ракошумные дубравы дикий суровый полные смятения потому что вскрытие духовной глубины так же трудно как акт рождения к морю и в лес потому что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к родимому хаосу безначальной стихии катящей звуковые волны таинственное дело совершилось покров снят глубина открылась звук принят в душу второе требование Аполлона заключается в том чтобы поднятые из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова звуки и слова должны образовать единую гармонию это область мастерства мастерство требует вдохновения так же как приобщение к родимому хаосу вдохновение сказал пушкин есть расположение души живейшему принятию впечатлений и соображению понятий следственно и объясненных он их поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя одно совершенно связано с другим чем больше поднято покровов чем напряжение приобщение к хаосу чем труднее рождение звука тем более ясную форму стремится он принять тем он протяжней и гармоничней тем неотступней преследует он человеческий слух наступает очередь для третьего дела поэта принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье разве только те кто сам был достойно этой клички применяли ее простому народу пушкин собирал народные песни писал простонародным складом близким существом для него была деревенская няня поэтому нужно быть тупым или злым человеком чтобы думать что по чернью пушкин мог разуметь простой народ пушкинский словарь выяснит это дело если русская культура возродится пушкин разумел под именем черни приблизительно то же что и мы он часто присоединял к этому существительному эпитет светский им давая собирательное имя той родовой придворной знати у которой не осталось за душой ничего кроме дворянских званий но уже на глазах пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия эти чиновники и суть наша чернь чернь вчерашнего и сегодняшнего дня не знать и не простонародья ни зверей и ни комья земли ни обрывки тумана ни осколки планет ни демоны ни ангелы без прибавления части цене о них можно сказать только одно они люди это не особенно лестно люди дельцы и пошляки духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена заботами суетного света чернь требует от поэта служение тому же чему служит она служение внешнему миру она требует от него пользы как просто говорил пушкин требует чтобы поэт сметал ссор с улиц просвещая сердца собратьев и прочее со своей точки зрения чернь своих требованиях права во-первых она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего чем сметания ссора с улиц с которое требуется поэта во-вторых она инстинктивно чувствует что это дело так или иначе быстро или медленно ведет к ее ущербу испытания сердец гармонии не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира сословия черни как впрочем и другие человеческие сословия прогрессируют весьма медленно так например несмотря на то что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма люди догадались выделить из государства один только орган цензуру для охраны порядка своего мира выражающегося в государственных формах этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта на пути внесения гармонии в мир казалось бы они могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии что их удерживает недогадливость робость или совесть неизвестно а может быть такие средства поэта изыскиваются поэта как мы видели совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира поэта задачи поэта как принято у нас говорить общие культурные его дело историческое поэтому поэт имеет право повторить след за Пушкиным и мало горя мне свободно ли печать морочит олухов или чуткая цензура журнальных замыслах стесняет балагура говоря так Пушкин закреплял за чернию право устанавливать цензуру ибо полагал что число олухов не убавится дело поэта вовсе не в том чтобы достучаться непременно до всех олухов скорее добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть с целью добыть нечто более интересное чем средне человеческое из груды человеческого шлака этой цели конечно рано или поздно достигнет истинная гармония никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии не будем сегодня в день отданной памяти Пушкина спорить о том верно или неверно отделял Пушкин свободу которую мы называем личной от свободы которую мы называем политической мы знаем мы что он требовал иной тайной свободы по-нашему она личная но для поэта это не только личная свобода никому никому отчета не давать себе лишь самому служить и угождать для власти для левреи не гнуть ни совести ни помыслов ни шеи по прихоти своей скитаться здесь и там девясь божественным природы и красотам и предсозданиями искусств и вдохновения безмолвно утопать в восторгах умиленья вот счастье вот права это сказано перед смертью в юности в юности Пушкин говорил о том же любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой это тайная свобода это прихоть слово которое потом все громче повторил фет безумные прихоти певца вовсе не личная только свобода а гораздо большая она тесно связана с первыми двумя делами которых требует от поэта Аполлон все перечисленное стихах Пушкина есть необходимые условия для освобождения гармонии позволяя мешать себе в деле испытания гармонии людей в третьем третьем пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах и эти дела не личные между тем жизнь пушкина склоняясь к закату все больше наполнялась преградами которые ставились на его путях слабел Пушкин слабела с ним мести культура его поры единственной культурной эпохи в России прошлого века приближались роковые сороковые годы над смертным одром пушкина раздавался младенческий лепет белинского этот лепет казался нам совершенно противоположным совершенно враждебным вежливому голосу графа бенкендорфа он кажется нам таковым до сих пор было бы слишком больно всем нам если бы оказалось что это не так и если это даже не совсем так будем все таки думать что это совсем не так пока еще ведь тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман во второй половине века то что слышалось в младенческом лепете белинского писарев орал уже во всю клотку от дальнейших сопоставлений я воздержусь ибо довести картину до ясности пока невозможно может быть за патиную времени откроется совсем не то что мелькает в моих разлетающихся мыслях и не то что прочно хранится в мыслях противоположных моим надо пережить еще какие-то события приговор по этому делу в руках будущего историка России пушкин умер но для мальчиков не умирают позы сказал шиллер и пушкина тоже убила вовсе не пуля дантеса его убило отсутствие воздуха с ним умирала его культура пора мой друг пора покоя сердце просит это предсмертные вздохи пушкина и так же вздохи культуры пушкинской поры на свете счастья нет а есть покой и воля покой и воля они необходимы поэту для освобождения гармонии но покой и волю тоже отнимают не внешний покой а творческий не ребяческую волю не свободу либеральничать а творческую волю тайную свободу и поэт умирает потому что дышать ему уже нечем жизнь потеряла смысл любезные чиновники которые мешали поэту испытывать гармонии сердца но всегда сохранили за собой кличку черни но они мешали поэту лишь третьем его деле испытания сердец поэзии пушкина во всем ее объеме уже произведено без них пускай поэзии остерегутся от худшей клички те чиновники которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение мы умираем а искусство остается его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны оно единосущно и нераздельно я хотел бы ради забавы прозгласить три простых истины никаких особенных искусств не имеется не следует давать имя искусству тому что называется не так для того чтобы создавать произведение искусства надо уметь это делать в этих веселых истинах здравого смысла перед которым мы так грешны можно поклясться веселым именем Пушкина Александр Блок в в в в в Продолжение следует...